Майские выходные внесли сумбур в привычное течение времени. И перепутали все медийные последовательности. Тем не менее, жизнь идет, продолжается своим чередом. И события происходят и приближаются. Как, например, совершенно неизбежно приближается к нам очередная пятая инаугурация Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Это событие стало уже очень привычным для россиян за последние 24 года. И стало похоже на некое астрономическое явление. Что-то вроде затмения Солнца или затмения Луны. Ну, тут уж выбирайте, что вам больше нравится. Давненько мы не обозревали успехи и достижения региона. И, наверное, потому, что Республика Башкортостан сейчас занимает довольно невысокое 21 место из 34 регионов, которые ранжирует Министерство цифры Российской Федерации по обеспечению доступности информации о деятельности органов государственной власти. Это и неудивительно. Хабирову особенно нечем гордиться, и потому лучше эту информацию как-то немножко скрывать. Властям, очевидно, некомфортно, например, признавать то, что население Республики Башкортостан неукоснительно снижается в последние годы. За 2023 год убыль населения Республики Башкортостан, абсолютную убыль, составила 18 тысяч человек. А уже за январь-февраль, всего за два месяца 2024 года, убыло 3400 человек. То есть в годовом исчислении убыль населения в этом году может составить 21 тысячу человек. Такими темпами в течение 10 лет Республика Башкортостан потеряет каждого десятого своего жителя. Причина здесь проста. Люди мрут. А кому удается выжить, все чаще стремятся переехать куда-нибудь из Хабировского рая в какой-нибудь другой, более благополучный регион. Не последнюю роль в причинах отъезда из Республики Башкортостан играют низкие доходы населения. Они примерно на 30% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Совсем недавно премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в Российской Федерации достигла отметки 73 тысячи рублей. При этом примерно в тот же момент Башстат сообщает, что средняя зарплата по Республике Башкортостан составляет 58 тысяч 400 рублей. И это средняя зарплата. То есть абсолютное большинство жителей Республики получают зарплату ниже 50 тысяч рублей. Ну, соответственно, совершенно объяснимо, наверное, стремление особенно хороших специалистов получать нормальную заработную плату где-нибудь за пределами вот этого самого Хабировского рая. Источников правдивой, объективной информации становится все меньше. А тем, кто еще выживает, выживать становится все сложнее и сложнее. Потому не скупитесь, пожалуйста, на материальную помощь нашему каналу. В конце концов, вы же не протестуете, когда ваши деньги через налоги и бюджет, например, поступают сотнями миллионов на счета БСТ. Ну, так что поддержите уж и нас. Поддержать нас можно единственным доступным способом, через расчетный счет, который мы вам демонстрируем, и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем YouTube-канале. Однако не только простые жители республики вынуждены постоянно терпеть результаты сумбурной деятельности так называемой команды Хэ. 1 мая сам Хабиров напоролся на повсюду разбросанные грабли собственной же транспортной реформы. При попытке въехать в город Уфу со стороны аэропорта, кортеж главы наглухо встрял в многокилометровую пробку. Хабиров бился в салоне своего Мерседеса, рвал и металл. Он названивал Клебанову, требуя, чтобы министр транспорта немедленно прервал свой заграничный отпуск и прибыл для решения вопроса. Но Клебанов не прибыл с пляжа для решения вопроса пробки, в которую попал Хабиров. Хабиров кричал и ругался, обещал всех уволить, но тщетно. Пробка не рассасывалась по волшебному велению, ибо была вызвана безумной идеей именно 1 мая, в последний день длинных выходных, немедленно поремонтировать самую хлебную и самую любимую чиновниками республики дорогу, трассу Уфа, аэропорт. Кстати, о Клебанове. Он, похоже, сразу после отпуска решил покинуть свой пост и потому откровенно забил на все хотелки Хабирова. Например, вопреки указанию Хабирова, Клебанов вовсе не метнулся разруливать проблему раздолбанных дорог около карьера Мурсалимкина, а метнулся на дружелюбный пляж недружелюбной или недружественной страны. Проблему пришлось разруливать Тимуру Мухаммедьянову. Ну, поживем-увидим, скоро отпуск Клебанова закончится, и мы узнаем, чем все это само по себе закончится. Напоследок господин Клебанов закупил, кстати говоря, еще 30 туристических автобусов, на которые, ну, со слов Хабирова, на этих автобусах очень удобно возить гостей всяческих форумов и прочих приятных тусовок, которыми в последние 5 лет так славится солнечный Башкортостан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать и перепущивать в социальных сетях наши выпуски. Это очень поможет в продвижении нашего канала в интернете, в Ютьюбе и в прочих средах. В самой республике дела действительно не так уж радужны, как пытаются преподнести нам оптимистическое БСТ. Собственно, БСТ запретили до сентября, до выборов Хабирова, публиковать хоть сколько-нибудь печальную или какую-нибудь негативную информацию, как и другим СМИ республики, но мы об этом поговорим позже. И тут, как говорится в бессмертном Иване Чонкине, дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать, что хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже. Жители республики Башкортостан массово приходят к выводу о тщетности ожидания какой-либо помощи от государства. По крайней мере в критических ситуациях. Вот, например, деревня Саргая, Бурзианский район. Жители собрали деньги и на эти деньги отремонтировали дороги. Местная ДРСУ, правда, предоставила им трактор, но без топлива. Развели руками, денег нет, пришлось заправлять за свой счет. А в деревне Муносипово, Бурзианского района, самостоятельно и за свой счет, также отремонтировали подъездные дороги к населенному пункту за счет жителей. В Старом Муносипово за свои деньги восстановили мост. А в Уфе жителям дома 48 по улице 50 лет СССР администрация Октябрьского района сама предложила скинуться на ямочный ремонт за счет содержания дома. Согласитесь, какая милая забота. Нашли, как говорится, решение. Ну, у нас-то денег уже нет, а вы уж давайте как-нибудь скидывайтесь. Ну, не сказать, что в регион еще нагрянули черные лебеди, но стаи черных воробьев точно тучами крутятся над населенными пунктами республики. Например, в Кугарчинском районе из-за ужасающего состояния дорог буквально на днях случилось страшное ДТП с четырьмя погибшими. В том числе среди них было двое детей. А в деревне Тупчаново, все того же Кугарчинского района, опять тоже рухнул мост. Ну, пора, наверное, жителям Кугарчинского района скидываться на ремонт моста и дорог, если, конечно, они уже выплатили все полагающиеся государству налоги. А вот в деревне Узбяково, Гафурийского района, ветер снес плохо привязанную крышу со школы. Власти невнятно обещают привязать крышу обратно, но местные жители с неким сомнением относятся к этим обещаниям. Похоже, что расходов после оплаты налогов у жителей республики Башкортостан в ближайшее время серьезно прибавится, потому что ну как жить без дорог, без мостов, без прочих инфраструктур? Придется раскошеливаться. До второй попытки Радио Хабирова избраться на второй срок правления в республике Башкортостан остается 126 дней. Фактически предвыборная кампания дорогого Радио Фаритовича уже началась. И мы запускаем регулярную рублику навстречу второму сроку. Я уже упоминал, что всем государственным СМИ строжайше теперь запрещено до 8 сентября публиковать что-либо критическое, а особенно негативное в адрес Хабирова и его команды. Только веселье, сабантуе и счастье. Например, на прошлой неделе БСТ отказалось опубликовать информацию об ужасающем состоянии подъездной дороги к СНТ «Зеленый мыс». БСТ сослались на указания из Белого дома и то, что по официальной версии Хабиров трогательно заботится о садоводах и навел везде порядок с дорогами, по крайней мере на подъезде к СНТ. Так что вот такую информацию у нас теперь нельзя опубликовать. Зато охотно СМИ Республики Башкортостан на все лады рассказывают, как бояго-боязненный Хабиров вознамерился на личные, подчеркиваю, личные средства возвести мечеть. Правда, в парке Патриот. Не знаю, как к этому спорному выбору места отнесется Аллах, Азаваджаль, но я бы на месте Хабирова все-таки потратил эти деньги на рухнувший мост, например, в деревне Тупчаново, Кугарчинском районе. Ну или еще на что-нибудь более практическое. Хотя, как говорится, тут выбор свободный у человека. Хочется ему мечеть, пускай строит мечеть. Наверное, про нее будут больше и интереснее рассказывать. А еще в угоду предвыборной необходимости в Стрельтомаке и Уфе перенесли дни города. С мая и июня, соответственно, на конец августа и начало сентября. По сути, эти праздники сделают агитационными мероприятиями Хабирова в преддверии выборов. Согласитесь, ход вполне такой креативный и оригинальный. По крайней мере, я это признаю как политтехнолог на выборах со стажем. В общем, продолжим и далее наблюдать, как Хабировский избирательный штаб будет пытаться натянуть сову на глобус Башкортостана, доказывая, что альтернативы радио Хабирова на посту главы республики Башкортостан нет и быть не может. Вот это главный, пожалуй, тезис. Нам будут объяснять, что да, у Хабирова есть какие-то там недостатки, не упоминая о них ни в коем случае, но, как говорится, ничего лучшего же нет. Так что голосуйте, дорогие башкортостанцы, за дорогого радио Фаритовича. На минувшей неделе совершенно предсказуемо Башкиров-Автодор свалился в процедуру банкротства. Как арбитражный управляющий по своему второму образованию, предположу, что после процедуры наблюдения, то есть финансового анализа состояния предприятия арбитражным управляющим, в развилке, предусмотренной законом, между ликвидацией и так называемым оздоровлением предприятия будет выбрана процедура оздоровления. И вот в этот самый момент явится нам какой-нибудь Туфан Садыгов или кто-нибудь вроде него с миллиардами Сбербанка, как говорится, отодвинув рояль в кустах. Может быть это будут миллиарды не Сбербанка, может быть это будут еще чьи-то миллиарды, но тем не менее оздоровитель точно появится быстро и в срок. Важно понять, насколько непредвзято арбитражный управляющий в процессе финансового анализа состояния предприятия оценит законность возникновения той самой чудовищной задолженности Башкиров-Тодора в 4,1 миллиарда рублей, которая собственно и стала причиной банкротства. Кому эти деньги будут выплачивать инвестор-оздоровитель? Вполне допускаю, хотя и не утверждаю пока, что часть долгов Башкиров-Тодора имеет искусственную природу и принесут барыши кому-нибудь, например, из команды Хэ. В любом случае, сейчас мы наблюдаем процесс того, как республика теряет важный актив, и все это, подчеркиваю, благодаря усилиям Хабирова лично. Кто будет следующим? Баш автотранс? Аэропорт? Водоканал? Ну, поживем-увидим. Впереди у нас короткая трехдневная рабочая неделя и снова четыре дня выходных. В этот раз в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Салюта, как уже говорилось, не будет, бессмертного полка тоже не будет. Все это по соображениям то ли экономии, то ли из желания не нагнетать, как говорится, скорбных настроений. Но парад чего-нибудь и как-нибудь случится обязательно. Участвовать ли в торжествах по поводу победы предков или не участвовать, это дело личное каждого. Но вот соблюдать толерантность к тем, кто относится к спиететам, к подвигам предков, на мой взгляд, обязательно. Каждый волен чтить и верить в то, что считают нужным. И нужно относиться к этому с должным уважением. Однако не все, увы, разделяют мою точку зрения. Вот, например, два девятилетних оболтуса в стерлетомаке на днях, накатавшись на великах и надувшись газировки, взяли и помочились в вечный огонь. Немедленно были вычислены бдительными правоохранителями через систему видеонаблюдения. И сейчас решается вопрос об уголовном преследовании за вот это ужасающее деяние. Правда, для детей девяти лет возрастом в Российской Федерации не предусмотрена уголовная ответственность, в принципе, ни за какие деяния. Но можно, например, попробовать пересажать родителей или, в крайнем случае, производителей той самой злосчастной газировки, которая, видимо, и стала причиной вот этого недержания у мальчишек. Важнее, на самом деле, на мой взгляд, обратить внимание на уровень восприятия молодежи вот этой всей псевдопатриотической билиберды, которая несется к нам из каждого утюга. Важнее уделить внимание, заботу и помощь тем немногочисленным живым, воевавшим в Великой Отечественной войне ветеранам. Их в Республике Башкортостан сейчас немногим более ста человек. И все они глубокие старики, старше 87 лет. Печально, но сейчас ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны нет даже уже в некоторых районах Республики Башкортостан. То есть они есть не в каждом районе. И скоро их совсем не станет. Такова суровая правда жизни. И нам бы сейчас успеть позаботиться о них, дать им хоть что-то, того, чего мы им не додали. Может быть, те самые обещанные квартиры, которые им обещали последние 20 лет, но так и не дали. Появились подробности дела иглинского депутата-боксера Рауфа Габдулина, подозреваемого в групповом хулиганстве и избиении подростков в поселке Иглино. Рауфу Габдулину категорически не понравились условия содержания в СИЗО, и он запросился на СВО. Цитирую, готов искупить свою вину, конец цитаты, так заявил боксер через своего адвоката. Ну, во-первых, налицо признание вины, по крайней мере, какой-то ее части. Тут, конечно, приходят на ум такие странные выводы, что специальная военная операция потихоньку, по крайней мере, в сознании некоторых чиновников и депутатов превращается в какую-то спасительную гавань. Если что-нибудь там натворил или, не дай бог, поймали на каком-нибудь воровстве, то можно, как говорится, укрыться там. Ну, вот такое ощущение у меня появляется, потому что уж большое количество этих товарищей в какой-то критический момент начинают проситься на СВО. Но не все так просто. По крайней мере, не все так просто, как представляется вот этому господину Габдулину. Калитка, похоже, закрывается. Вот недавно в зоне СВО был задержан и водворен на нары председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. Его подозревают в преступлении по статье 160 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Растрата, которую он, судя по всему, совершил до того, как спешно отбыл на СВО, видимо, спасаясь от тюрьмы. Так что времена, когда СВО все спишет, похоже, заканчиваются. Но, с другой стороны, возможно, Иглинскому боксеру все-таки удастся проскользнуть в эту закрывающуюся калитку.